Микс Ньюс В студии сегодня президент Латвийской ассоции мото-клубов Айвар Фреймонис или более известен в узких кругах как Фридес Все правильно? Да, так оно есть Скажите, как лично вас следует представить Вы байкер или мотоциклист? Или в чем принципиальное отличие? Я сам не знаю, где это различие В принципе, байкер, как бы считается, который ездит на мотоциклах скоростных По шоссе, мы их называем пластмассовыми ракетами Пластмассовые ракеты, это байкеры? Да, это байкеры Ну, в принципе, в России называют и всех мотоциклистов байкерами Ну, как бы вы хотели, чтобы вас называли? Вы как себя ощущаете? Называйте мне мотоциклистом, да Мотоциклистом, хорошо Подлиннее будет, но может быть... Мотоциклист Фридес, а почему Фридес? Я не знаю, я в пятом классе получил кличку Так и она прошла через всю жизнь А, да, прижилась так давно? Да И прижилась? Я думала, это вот только после того, как вы пересели на мотоцикл Ну, расскажите об открытии главного события каждого года, мотосезона на 27 апреля Да, запланировано это мероприятие 27-го, это суббота Это суббота, вот буквально через две недели Да Что за мероприятие, где оно будет происходить, кто туда может прийти? Ну, скажем так, чтобы не путать людей, то, в принципе, каждый год, каждый последний год сейчас получается одинаково Мы, значит, встречаемся в сбор у нас в час в Моллс Там у нас в стоянке Потом едем через Денвиду Тейлц Потом Молку Саласиэла Треяды Ибусиэла И возвращаемся обратно через Ванши Тейлц И попадаем на набережную На набережной будет играть рок-группа Один из которых участников когда-то принимал участие тоже в группе Вайтснэйк И будет Гимхана Это будет, ребята будут показывать, как правильно ехать Ну, всякие фигуры, как делать Ну, и, скорее всего, можно будет кому-то самому тоже попробовать, как фигуры правильно исполнять Ну, и, конечно, веселье, знаете, это для мотоциклистов Новый год, мы друг друга поздравляем с Новым годом Да, сезон начался Сколько обычно собираются нам это мероприятие мотоциклистов? Ну, конечно, все зависит от погоды Но в этом году, если так будет продолжаться Обещаю, да, что будет тепло Я думаю, 3-4 тысячи должно быть 3-4 тысячи именно с тех, кто транспорт А помимо заинтересованных еще есть зеваки, которые с удовольствием приходят, смотрят, останавливаются Да, да И обязательно же иметь мотоцикл, байк, чтобы туда приходить Ну, люди делают фотографии, они стоят где-то на мосту, на повышениях и делают фотки Там вообще, и потом смотрел эти фотки, они вообще классные получаются, да И это то, что едут, 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 едут все время мотоциклы целые часы Каждый по-другому Мотоцикл, ну, так сказать, сделан И люди в масках и в карнивальных костюмах Так что это должно быть очень интересно Поэтому приходите все 27 апреля к торговому центру МОС Станете свидетелями этого зрелищного и массового события А вы являетесь инициатором этого мероприятия? Да, это устраивает Ассоциация? Ассоциация Мотоклубов, да И уже несколько лет у нас очень хорошее сотрудничество с Рижской думой И это происходит на набережной То есть без проблем отцепить всю улицу в этот день, да, для того, чтобы движение, я так понимаю, автомобилей было запрещено? Да, ну мы сами тоже помогаем, да, потому что полицейских не так, может быть, много свободных Там специальные костюмы пошиты для ребят И мы помогаем на перекрестке там порегулировать движение тоже В октябре прошлого года, вот я посмотрела у вас на странице ассоциации То есть полгода назад ваша ассоциация на портале общественных инициатив Монобалс Организовала сбор подписей за внесение поправок в правила дорожного движения То есть вы хотите, чтобы разрешили водителям мотоциклов, ну в том числе мопедов, скутеров Передвигаться также по полосе общественного транспорта, да? Да Скажите, вот откуда такое желание, в связи с чем, почему оно родилось? Ну я считаю, что это все-таки удобнее для мотоцикла Знаете, мы как-то нечаянно там время от времени все-таки заезжаем на автобусную полосу Если надо там что-то погнать, машины там в пробках стоят Все равно мы используем удобство мотоцикла и продвигаемся между колоннами машин вперед, ближе к перекрестку И если нам разрешат, ну хотя уже разрешили, уже третье ощущение было на Сайме Да, что мотоциклы могут ехать по автобусной полосе То есть это закон уже принят? Да, ну мы же не мешаем автобусу, да? Если, скажем, велосипеды едут, они едут все-таки медленнее, да? И они создают немножко такие неудобства для передвижения общественного транспорта То я не считаю, я считаю, что мотоциклы никому не мешают, да? И это только ускорит движение, да? И это будет намного удобнее и намного безопаснее тоже, да? Но вы сказали, до этого, да, пока закон не был принят Мотоциклисты все равно, допустим, когда делали тот или иной маневр, обгон, да? Часто использовали полосу для общественного транспорта? Ну некоторые, да, некоторые, конечно, так делали, но сейчас это будет легально А как часто полицейские обращают на это внимание? Или... Ну знаете, это бывает на пару секунд, когда мы пересекаем эту линию, да? Но не сплошную линию, а... Пунктирную? Да, да, это практически на пару секунд, так что, ну... Может быть, даже незаметно А вы сказали, что СИМ уже рассмотрел в трех чтениях, да, этот законопроект Он начал рассматриваться раньше, нежели вы подали петицию, создали на Монобас? Нет, после того, когда мы подали Несмотря на то, что она еще даже не собрала 10 тысяч подписей, да, необходимых? Ну да, но она была актуальна уже, да, об этом мы много говорили И в кулуарах об этом говорили и с депутатами, и с другими, которые Можем повлиять на этот закон Так что это было, скажем так, это было довольно органично Этот закон довольно органичный, он так как бы влияется, ну, все в движение Брюшского транспорта А сама практика использования вот мотоциклистами полос движения общественного транспорта Она существует в других странах мира? Да, да, конечно, конечно Ну, я даже не знаю, в каких не существует Ну, в принципе, в многих странах можно мотоциклами ехать по этой полосе Плюс то, что на тротуаре можно мотоцикли ставить Это почти во всей Европе, может быть, в пару стран Только нельзя на тротуаре ставить мотоцикл Если не мешает проходу пешеходов Но это считается так Если мать с коляской может проехать, да Значит, это уже довольно хорошее расстояние Что мотоцикл там можно поставить Опять же, парковки освобождаются больше И меньше кружить надо по улицам города, чтобы найти парковку Да, вы знаете, вот машины, когда, скажем, я еду на работу вечером по пятницам Вы на мотоцикле едете? Зимой на машине, да То мне приходится делать 2-3 круга по набережной, чтобы найти свободное место парковки Это опять занимает ресурс, значит, там бензин, там опять выхлопы, да Там время теряется А если мотоцикл там занял одно место парковки Это машине опять надо искать парковку какую-то, да Это опять как бы разгружает движение бриги А скажите, если касаться вот правил дорожного движения, то мы уже можем наблюдать Особенно, когда автомобилисты стоим в пробках Мы видим, что сами мотоциклисты перемещаются между полос И часто заезжают на пунктирную линию Вот это то расстояние, которое образуется дистанция вот параллельно между автомобилями Это допустимо или нет? Допустимо Но по пунктирной линии же нельзя передвигаться Ну мы же не мешаем транспорту, но мы опять же используем Тогда дистанция между автомобилями сокращается и нужная Ну какая дистанция? Вы считаете, что дистанция между колоннами автомобиля? Да, 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 абсолютно Но нет, если мотоцикл там проходит, он проходит И нам машины очень вежливо даже пропускают нас Еще больше выруливают, чтобы у нас больше места было, чтобы проехать Так что это просто мы используем опять свои удобства Автомобили наоборот пропускают? Пропускают То есть разъезжаются или прижимаются к правой стороне или к левой стороне? Ну и справа и слева, но чтобы мы могли проехать Да, это у нас очень такое толерантное Между прочим, это уже давно началось, что автомобилисты понимают мотоциклистов И не пропускают нас по этим посредине проехать А давно такое взаимопонимание образовалось? Я думала наоборот, это вечные споры Автомобилисты не понимают мотоциклистов Один может быть из ста людей, вот такой, который специально перекрывает дорогу в основном Вот это как в Европе, это тоже можно много наблюдать об этом Но в Латвии, думаю, лет 7 точно Автомобилисты становятся с каждым годом все вежливее, толерантнее и пропускают мотоциклов Давайте мы примем звонок Доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Знаете, я вот такое ощущение, что человек с другой планеты Вы спрашиваете его про правила, да, у вашего гостя Он говорит, не-не, ну мы же никому не мешаем Извините, у меня вот у знакомого, да, у него машина спортивная Он иногда по городу разгоняется больше сотни Но он же никому не мешает, правда Понимаете, такое ощущение, что, ну, вы какую-то глупость говорите И то, что вы говорите, в пробках вас кто-то пускает Лично я тоже ухожу Только знаете, для чего я ухожу? Чтобы мне просто по зеркалу вот этот вот Вот эти вот чудики не задели И он не уехал Потому что, как правило, еще часто у ваших вот Байкеры, как вы себя там называете, мотоциклисты, да Номер, я считаю, что номер должен быть и спереди, и сзади Сзади номер, замкнутый под крыло Как правило, это очень часто делают, да И не говорите, что это там делают, как вы говорите, пластмассовые пули Или что там, ракеты Это все так часто очень делают Вот, и вот такое вот слышать от вас, да Вот вы там президент, представляете, вы президент клуба И вы говорите, ну мы же никому не мешаем Мы там нарушили, там нарушили, там нарушили Подождите, а если вот возьмем спортивную машину, она по городу будет носиться больше сотни Вот вообще, где можно 50, он будет лететь 100-120 Он может, машина может, и водитель может И дорога пусть будет позволять, как говорится, Сэгумс позволяет Тоже нормально, но он же никому не мешает Пока, знаете, хорошо, пока хорошо Вот из-за таких, на самом деле, как вы, и есть проблемы Что вот он лавирует между потоком машин, да Так же самое они не только в пробках делают Да, спасибо большое Ну человек, может быть, не выспался, да Ему тяжелый день, вчера была и бессонная ночь Не знаю, с какой страны человек звонил В Риге происходит так, как я говорил, да Едем по линиям, чтобы доехать до перекрестка Опять же, с перекрестка мы начинаем первые движения И машины, поскольку у нас рывок намного больше, чем машины А то машина, опять же, не задерживается за нами Отстает, да Они отстают, да, так что это... Ну здесь, наверное, нарушение... И это, наверное, человек был один из этого ста, который не пропускает, да Но в основном водители очень толерантны Ну он, наверное, говорил о нарушении езды по разделительной полосе Которая запрещена, и надо держаться все-таки разметки, да, между... Ну если бы видели, как в Испании, в Италии китайцы мотороллеры, да Вот это, да, это, знаете, как пчелы, да Как весной, когда выходят из улей, да И когда они начинают... Хаотично? Только проснулись, да? Ну вообще, я не знаю, как там ничего не случается Да, но очень очевидно уже какая-то практика имеет, ребята, да Но мне на мотоцикле, когда я попадаю вот в этот улей, да Мопедов, самому немножко страшно становится Но, знаете, не надо бояться Не надо поворачивать налево, не направо Бояться своих зеркал Просто едьте, как вы едьте И, как лыжники говорят, тот, кто наверху, кто едет быстрее Тот маневр уже знает, какой маневр надо делать, чтобы избежать столкновения Так что просто едьте, как вы едьте И все, и все будет хорошо А что по поводу загибать номера? Да, когда, ну вот, сказали, известная практика Часто видишь, что спереди номера нету, а задний... Но спереди вообще в мире ни у кого нет номера А задний невозможно увидеть, потому что он загнут Ну, знаете, это дело полиции Но если водитель хочет видеть номер, ну... Я не видел таких много мотоциклов, которые загнуты, да Но ребята тоже на заднем колесе, кто-то где-то там катается, едет Может быть, там загнули... Но это тоже, скажем так, практика не очень распространенная У нас, вот начиная, наверное, с февраля, автомобилисты, вот особенно с низкой подвеской, да, постоянно жалуются на ямы на дорогах Из-за которых они портят свое транспортное средство Как с этим... у мотоциклистов? Какой самый комфортный транспорт, чтобы ездить по латвийским дорогам, да, и не считать выбоины... Самый комфортный транспорт – это танк, конечно, да Только на танке можно по нашим дорогам проехать Но к этому времени, когда мотоцикл начинает кататься, более-менее ямы уже заделаны, да То, что появилось тут после зимы сразу, да, тут я не знаю, над чем можно было приехать Но сейчас, более-менее, сейчас начинают эти ямы закрывать И, ну, мы как бы меньше их чувствуем, но, опять же, дорога грязная, еще много-много песка на дорогах, да И этого надо опасаться, торможение может быть очень опасно Можно мотоцикл занести, но как-то выкручиваемся, ну, что-то делать Но, учитывая вот наши условия, это все-таки чаще всего предпочтения дают чопперам или спортивным, или... Ну, знаете, это не по дороге, это по человеку, как он себя чувствует Если он где-то катается там в деревнях, он покупает эндуро, недорожник, да Если он молодой человек, ему кипит кровь, ему надо там вот эту пластмассовую ракету купить Потом он, скажем, через 30, 40 лет покупает уже чоппер, да, и катается спокойно и не так быстро Так что это просто человек берет мотоцикл по ощущениям Я вообще считаю, что эти пластмассовые мотоциклы, меньше 150, на них нет смысла ехать Я не понимаю, где на такой скорости здесь, в Платве, можно кататься, конечно, да Больше 150 км в час Ну, вот это да, когда едешь по автобану, да, где-то за границей, по Европе, да Вот тогда там мотоциклы, да, тогда они, так сказать, практичны Здесь это третья скорость, и тебе уже вот эти 90 км в час, да Но, ребята, покупать им надо, чтобы было, скажем, какой-то запас, запас скорости На случай, если, да, выдастся такая возможность прокатиться лихо Ну, да, хотя бы там вот по новым шоссе может быть где-то приехать Ну, вот, кстати, расскажите, есть ли у мотоциклистов любимая трасса по качеству именно дорожного покрытия, по продолжительности, где их можно встретить чаще всего? Нет, нет, мы не гоняемся по дорогам так специально, чтобы поскорее проездить, но все дороги, которые сделаны Вот самые лучшие, конечно, дороги не эти А, дороги большие, да, а где-то там в деревнях, которые сделаны Вот Сэргли до Сыдгун, или Сэргли до Сун, это же очень классная дорога, она довольно узкая, она с поворотами, да, она по горкам идет, ну, там То есть именно для мотоциклистов, да? Да, вот это интересная такая дорога А прямые дороги, ну, что там, скорость набирать, ну, опять же, есть какой-то лимит скорости, да, и все-таки радаров много и... То есть не так привлекает скорость, как извилистость? Да, именно, именно, но самое красивое, это кататься, конечно, в Альпах по серпентинам, это самое Вы катались? Ну, много раз каждый год катаюсь А если можно, ну, если попадаешь в яму, да, допустим, у нас в Риге, можно вылететь из мотоцикла? Можно, конечно, да Были такие случаи, может быть, если не у вас, то среди ваших? Ну, ребята падали, да, ну, ломались, конечно, такие случаи были за эти годы не раз, и, ну, в основном, большая проблема, это из-за грязных дорог Это песок, вот эта технология, когда закрывает ямы, там, песком их покрывает, да, потом этот песок раздувается по всей полосе проезжей, да, и там уже и на кругу нормальный поворот не можешь взять, когда тебе уже выкидывает Давайте мы примем еще один звонок, да, доброе утро Здравствуйте, я коллегу хочу поздравить с наступающим сезоном, я уже его открыл для тебя Я хочу помочь немножко разобраться с правилами дорожного движения, значит, что касается интервалов дороги, это расстояние в ширину в полосе, то официально по правилам по ПДД мы туда входим вместе с автомобилем То есть автомобиль и мотоцикл, открываем правила, читаем, таких правдорубов очень много, правила сами не знают, это болтает лишнее У меня просьба к руководителю нашей ассоциации, хоть я и вне клуба, вы знаете, надо как-то, если есть такая возможность выступить с инициативой, надо очень серьезно ужесточить наказание за пользование мобильным телефоном за рулем Что на мотоцикле едешь, сверху тебе очень хорошо видно, люди не просто разговаривают по телефону, бог с ним, люди чатятся, читают фейсбук, то есть переписываются в ватсапе и так далее Вот такая просьба и всем хорошего сезона, ребята Спасибо, спасибо, конечно Да, ну насчет телефона, ну, конечно, я лично считаю, что разговаривать в машине можно, ты же все равно с пассажиром разговариваешь, да Но что-то писать, вот, как вы говорите, там, фейсбук, там, какие-то ватсапы читать, ну, это, да, это что-то такое, что я не понимаю, как это можно сделать Неужели это так неотложно, что надо вот именно вот сейчас, на данный момент, рискуя попадать в дорожное происшествие, да, что надо что-то прочитать Если человек пишет в ватсапе или тем более в фейсбуке, это не срочно, да, это можно посмотреть или вечером, да, что тебе друзья-то написали, ну, зачем это делать за рулем, я абсолютно согласен с вами Я ни разу не видела сидящего в телефоне мотоциклиста на дороге, да, но это практикуется? Какой мотоциклист? Сидящий в телефоне, то есть, когда человек берет из кармана телефон, ну, вот я не знаю, в той же пробке, в той же пробке, как это делают автомобилисты Знаете, у нас, опять же, есть переговорное устройство в каске, да, ну, что она через 2-3 бибика автоматически включается и автоматически выключается, так что Ну, все равно получается, что мы разговариваем, как бы отвлекаемся, да, но это то же самое, что в машине разговаривать с пассажиром Нам не надо телефон брать в руке, он, ну, как, скажем, hands-free в машине включается сам, так у нас в касках это все В шлеме, а это какая-то внутренняя сеть клуба, или? Нет, ну, кто-то звонит по телефону, я получил телефон с блютузом Ну, все равно же его уже надо нажать Нет, не надо А, не надо, автоматически, да? Нет, он сам, да Улдис у нас спрашивает в чате, в WhatsApp, есть ли у членов ассоциации какой-либо кодекс поведения на дороге, который дисциплинирует уступившую членов ассоциацию То есть, есть такие правила, которые вы обговариваете? Да, конечно, есть правила общего движения Когда мы едем в колоннах, есть правила правильного обгона, есть правила парковки, очень много правил, но, знаете, нам не хватит времени эфира, если я буду все эти правила развивать Ну, как это проходит, я имею в виду, когда к вам приходит новый человек, или говорит, что я хочу вступить в ассоциацию, либо мото-клуб, который хочет присоединиться к вашей ассоциации, вы какой-то инструктаж проводите, да? Но у нас есть вот такие вот правила, да, которых нужно придерживаться обязательно Да, сначала есть теория, да, мы рассказываем, как мы едем в колоннах, как мы делаем маневры, как мы делаем повороты, остановку И потом, когда человек уже практически в колонне едет, он сам видит, как это работает, и что делать в этом случае Так что, это не так сложно, это просто, ну, ситуации есть разные, поэтому, скажем так, с каждым временем, с каждым временем, которая какая-то ситуация опять же появляется заново, и его надо опять обсудить, там, апгрейдовать, как сказать, да, и надо вести до ума, чтобы было безопасно Но самое главное правило на улице – это безопасность Давайте мы продолжим принимать звонки, доброе утро Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро Анатолий, у меня такой вопрос, скажите, он говорит, что есть правило, а вот мотоциклисты, которые ездят между машин, ну, допустим, два ряда в одну сторону, два ряда в другую, да? И они едут между машин по полосе, там, скажем Разделительные Они, да, разделительные, ну, не разделительные, она между машин, да, разделительная Они не стоят в пробке, скорость довольно большая Просто они едут, это уже как бы тут многие привыкли, это реклама была, смотри, дважды Но проблема в том, что у нас дороги плохие И я еду, допустим, вижу яму, мне надо куда-то вернуть, влево или вправо, а тут мотоциклист с огромной скоростью летит Знаете, мне надо и за ямой смотреть, все время за этим мотоциклистом, который может появиться Я понимаю, что у меня есть ограничения до полосы, но он же как раз едет по той полосе, куда я могу вильнуть И вот с этого вопрос, может быть, как-то ассоциация, раз они такие объединяются в группы, все-таки у автомобилистов такого ассоциации как бы нету Все по отдельности, может они как-то могут объединиться, все-таки договориться с дорожными службами, чтобы эти ямы все-таки убирали И им безопаснее, и нам будет приятнее И по поводу вообще, можно им ездить так или нельзя, или это их личное решение Или они должны, по идее, стоять точно так же, как все в потоке машин, в пробках и не гонять по полосам Настя, спасибо Да, вы знаете, насчет качества дорог, мы об этом бьемся уже, не знаю, лет, наверное, 10 Делали не раз и пикеты, чтобы денег больше добавляли в бюджет на развитие дорог и на сохранение в хорошем качестве Да, это, ну, все, конечно, опирается в деньгах Конечно, ямы, это самый наш большой враг Я считаю, что статистика немножко нас обманывает, что все-таки в основном виноваты в авариях, не только в мотоциклах, но и в машинах Это качество дорог, вот именно, как вы говорите, там надо, там яму увидели, надо резко налево, направо повернуть Но, как я уже говорил, тот, кто идет сзади, кто на маневре, тот, кто обгоняет вас, он сам должен Учесть Да, он сам должен понять этот маневр И, между прочим, мы на зеленом свете не мчимся через перекресток Мы смотрим налево, направо, может быть, там какой-то джигит или что Потому что, понимаете, мы-то будем правы, да А инвалидами мы станем мы из-за своей правдивости, что мы попали в дорожное происшествие Поэтому, те, которые, вы говорите, с большой скоростью несется Знаете, я еду на 15 км в час, когда машина стоит И когда я еду между полосами 15 км в час То может казаться, что это очень большая скорость Но это не так, это вот действительно 10-15 км в час Но пока машина стоит, ну, метров там 200 Я вот этих метров 200 уже приехал до перекрестка И могу обойти именно всю колонну и, ну, скажем так, рвануть дальше от колонны Так что это только со стороны кажется, что это большая скорость Скажите, а прослеживается, может быть, такой общий выбор латвийских мотоциклистов Что именно вот состояние дорог у нас преимущественно выбирают часто внедорожники эндуро Вот то, о чем вы говорили, или нет? Ну, то есть люди поняли, зачем мне, возможно, подвергать себя риску Лучше я возьму мотоцикл-внедорожник Да, так оно и есть На эндуро кататься намного легче по нашим дорогам Там все-таки колеса другого размера И тем более наши грунтовые дороги Их очень много, в Латвии грунтовых дорог На Чопперов и на остальных мотоциклах трудно проехать Так что, да, это то, почему не раз в этом конкурсе «Гадо мотоцикл» выигрывает именно стиль эндуро мотоцикла Давайте мы еще звонок примем. Доброе утро! Доброе утро! Доброе! Доброе утро! В районах по вечерам, ну, шумновато, потому что ревелт ваши машины И все-таки история с выкидывающимися номерами, она имеет место быть И это тоже, как бы, немножечко, наверное, нечестно по сравнению к остальным водителям, участникам дорожного движения Она существует, и я часто наблюдаю либо номера на тросиках, либо в таком месте, что их, ну, я не знаю, какое зрение надо иметь, чтобы увидеть это много А так молодцы! Входите в положение, мы стараемся входить в ваше положение И дисциплинка на дороге вроде не лучше Спасибо, приятно слышать Да, ну, знаете, насчет звука, да, опять же, есть техосмотры, где проверяется звук Потом, может быть, ребята что-то меняют, но, опять же, этим все-таки должна заняться полиция Да, и самым мы-то на ухо не можем сказать, какой это звук, если он где-то, скажем, в районе, в центре города, скажем, если по Чака едешь, где дома рядом друг с другом, там эхо совсем другое, там звук будет другой Если ты едешь по открытой местности, скажем, как Плявинеки, да, то этот звук будет казаться намного, намного тише Но, опять же, надо его измерять, и трудно сказать, он громкий, не громкий Субару тоже машины такие, что их слышно через несколько кварталов Ну, ладно, а насчет номеров, ну, конечно, это не правило дорожных движений входит, да, вот такие откидные номера Хотя, если честно, я их не видел, я видел грязные номера, ну, вот так, чтобы совсем закрытые, чтобы не видные Ну, может быть, есть, но, опять же, этим должна заняться наша полиция Мы говорим уже о тех случаях, вы сказали, что когда песок после заделывания ям на дорогах остается, да, то есть шанс Мотоциклисты рискуют и, возможно, вылететь, попасть в аварию, да А скажите, уделяется ли внимание какой-то защите мотоциклистов, экипировки? Насколько вы об этом думаете, чтобы защитить самые уязвимые части тела? Ведь, наверняка, она не только придает особый вид мотоциклисту, да, но и все-таки служит для защиты Там опять можно написать на полкниги насчет этого экипировки, да Во-первых, конечно, должна быть каска хорошего качества, да Перчатки должны быть, должны быть ботинки, которые защищают, ну, поты, да, там, вот такие И сейчас, конечно, делается одежда из кевлара, колени защищены, таз защищен И кевлар, он такой, что если ты даже скользишь по асфальту, да, то он не протеряется Вот, так что это все космические материалы, они все больше и больше употребляются в экипировке мотоциклов И, ну, конечно, куртки, если такие куртки, когда ты слетаешь с руля, там, выдергивается Ну, ты в куртке привязана к рулю, ну, таким дроссиком привязан Когда ты падаешь с мотоцикла, куртка моментально надувается, и ты получаешься Подушка безопасности, да, работа? Ну, типа, ну, по всей куртке, вся куртка сразу надувается, там есть такой баллончик в куртке, да И он, вся куртка надувается, так что довольно много, ну, Люди работают над безопасностью экипировки мотоциклистов Сергей задает вопрос, спрашивает на ваш взгляд Как вы считаете, не стоит ли ограничить использование велосипедов в зимний период, когда дороги более узкие А велосипедист не может повернуть голову для оценки всей ситуации? Ну, нет, если человек уверен, что он может сделать, ну, пускай едет Почему специально что-то ограничивать? Я знаю, что многим велосипедистам ставят шипы, тоже у них есть покрышки с шипами Вот у мотоциклов не используются, нет таких зимних покрышек, а у велосипедистов они есть Скажите, а правда ли, что когда в ЦСДД сдаешь экзамен и получаешь категорию А, да, на вождение мотоциклом Предлагают сразу завещать свои органы в случае смерти? Есть такое? Нет, это я не слышал Нет Это, знаете, мы называем таких ребят донорами, да, когда один несется там по 150 км в час, да, да, мы говорим, смотри, донор поехал, да, но что-то такого-то я не слышала Это, наверное, какая-то шутка пошла А вот если говорить о шутках, я слышала такую байку, что, ну, анекдот, что стоят чопперы, да, компания И разговаривают, приезжают мимо байкеры на спортивных мотоциклах, спрашивают, ребята, привет, мы тоже мотоциклисты, давайте знакомиться Они говорят, а чего с вами знакомиться, вы каждый год новые Да, это, ну, я к тому, что мотоциклисты, скажем так, говорят о том, что среди мотоциклистов, те, кто катается на спортивных, чаще попадают в аварии и умирают, да А чопперисты, они за такую вот сдержанную, выдержанную езду, и поэтому Ну да, как я говорил, у молодых ребят кровь, конечно, кипятит больше, да Но это не факт, конечно, что это какие-то особенные тип мотоциклов, мотоциклистов, которые погибают или падают Они все-таки тоже знают, как вести себя на мотоцикле Ну да, ну, нольки всякие ходят, тем более, что звонит там дилер мотоциклов Нет, дилер похоронного береза звонит, дилер мотоциклов Ты сколько мотоциклов сегодня продал? Он говорит, восемь А, значит, двое еще катаются А есть ли у мотоциклистов какие-нибудь суверии? Вы вообще суверенный народ? Я слышала о таком, что и шлем не даете никому другому подержать Или если он выпал вот там утром перед ездой из рук, то лучше не садиться за мотоцикл? Есть такое? Нет, это, опять же, каждому по-своему, ну, каждому лично, да Но так, особенно каких-то таких ритуалов перед поездкой мотоциклистов нет Ну, как и на корабле женщины нельзя заходить, так и на мотоцикл Ну, лично вы не суверенный? Нет, абсолютно нет Давайте мы еще звонок примем Доброе утро! Здравствуйте, сейчас Здравствуйте Доброе утро! Доброе утро! Вы знаете, у меня такое сложное отношение к мотоциклистам Я, на самом деле, их не то чтобы как-то не уважаю, боюсь или ненавижу, нет, наоборот Я к ним отношусь скорее с таким смешанным чувством, которое чуть-чуть смешано с жалостью То есть, ну, вот гоняют, да, то есть, мне их жалко, честное слово То есть, я всегда даю дорогу мотоциклисту Если в пробке, как мотоциклист пробует проехать между машинами, то я стараюсь отъехать немножко в сторону, чтобы он пролез Но залость смешана потому, что все-таки я считаю, что это отмороженные люди То есть, может, меня простите, да, то есть, но мне кажется, что вы, ну, как-то очень отмороженные Потому что мотоцикл все-таки настолько опасное средство передвижения, что я, честно говоря, давал бы права на него лет сорока Да, спасибо, спасибо за отморозов Ну, вы согласны, что есть что-то такое безбашенное, может быть, если вот перефразировать? Да, не безбашенное, конечно, адреналин мы ловим больше на мотоцикле Понимаете, не всегда мы едем по солнечной погоде, да, мы же едем и по слякоти, и по дождю Но, кстати, ливень, это не причина для того, чтобы отказаться и воспользоваться? Нет, конечно, неделю я катался в Норвегии, там было плюс 4 градуса, и снег валил, да, и, ну, дорога была мокрая, да, но поле было покрыто белым снегом, да, но это была целая неделя такая То, что у нас неделю бывает очень большой дождь, вот, три года назад был в Марокко, когда в Латвии было 27 градусов и солнце В Марокко было 15 градусов и дождь, 10-15 градусов и дождь, мы ехали по очень маленьким дорогам, по горам, да, так что вот это у нас образ жизни, и все-таки это какая-то закалка, и, ну, да, я считаю, что мотоциклов мне тоже жалко, когда я вижу, что они, ну, мне самому себе жалко, когда я катаюсь по дождю, по-сильному в ливне, да Но, опять же, надо довольствоваться тем, что вот когда еще будет такая плохая погода, да, наверное, сейчас ливень кончится, и будет хорошее солнышко, и я буду просто нормально кататься А как вы смотрите, допустим, на повышение возраста? Вот только что слушатель сказал о том, что вот я бы до 40 лет, да, только после 40 начала давать права категория У нас, насколько я знаю, 21 год, да, считаете ли вы, что молодые люди, которым 21 год, они понимают всю ответственность, садясь на мотоцикл? На мотоциклах катаются уже 16 лет, правда, ты можешь получить 16 лет на мотоцикл А именно на мотоцикл? На мотоцикл Это было о скутерах На машине 18 18 лет, да, так что, и знаете, в мотокроссе катаются ребята уже в 5-7 лет в соревнованиях по мотокроссу, да, так что, ну, какие 40 лет? 40 лет уже, не знаю, поздно начинать, может быть Ну, не поздно начинать, но все равно, нет, я не согласен То есть это достаточный возраст для того, чтобы думать еще о безопасности не только своей, но и окружающей Ну, я в 72-м году начал кататься, у меня 16 тогда еще не было, да, на Ковровце начал кататься, и мне это очень понравилось, вот и вот здесь теперь Слушатель спрашивает, присваиваете ли вы себе ордена или медали за километраж? Не ордена, не медали, а есть такая поездка, которая называется, ну, железный зад И там надо, скажем, там несколько категорий, скажем, за 24 часа надо проехать тысячу миль, ну, я вам сейчас конкретно не скажу, но есть за конкретное время, что ты должен проехать конкретные расстояния километров И там получается, что тебе надо действительно ехать там 24 часа в день, это как Лыман получается Без остановок, да? Но это на скорости или все-таки нет? Нет, но все равно, как ты хочешь, тебе вот, ну, я не помню точные цифры, но, скажем, мне кажется, что было 24 часа и тысячу миль, это 1600 километров надо проехать Но это плюс еще остановка, да? Надо заполнять горючим мотоцикл Эти чеки потом отсылаются в такой федерации Куда? В какую страну? Значит, я не ехал в эту поездку, но в Европе отсылаются эти чеки Да, ну, условно, да, хотя бы И они смотрят, как ты смог вот по расстоянию это проехать, да, или там просто ты набрал чеков и совпадает там даты И тогда тебе присылается специальная нашивка, которую ты можешь нашить на жилетку, и ты считаешь, что это вот проехал железный зад, вот, скажем, первого, или второго, или третьего уровня И много таких атрибуций, которые существуют, и можно получить? Знаете, я видел этих ребят, которые приезжают с этой поездки, но на них лица, конечно, нет, да, не то, чтобы, опять же, не спать 24 часа, да, но там еще надо быть, ну, ты же в движении Тебе надо все время смотреть, как бы что-то ни случилось, да, там Но это же небезопасно, иницировать такой вот, ну, скажем, соревнования, конкурс, я не знаю, потому что это же влияет на бдительность, координацию Но это не запрещено, как бы, да, но это довольно популярно Знаете, сравним с дальнобойщиками, у которых регламентировано время нахождения в пути, определенный сон обязательно должен быть, да, здесь же то же самое, 24 часа находясь Согласен, да, но когда дальнобойщик где-то врезается, то это очень большие последствия, если мотоциклист где-то врезается, то это он создает в основном только проблемы себе, но мы же не враги, не враги сами себе, да, так что мы оцениваем Я вот лично не хочу поехать на такую поездку, я оцениваю, что мне это будет дискомфорт, и мне это не надо Некоторым ребятам это хочется себе доказать что-то, да, и они доказывают и едут Но я скажу вам так, что никаких инцидентов в этих поездах не было, ну в Латвии это нельзя сделать, у нас нет 1600 километров, чтобы проехать, да, обычно ребята выезжают тогда там Ну по Европе может Ну да, где-то там немножко подальше Давайте мы примем последний звонок на сегодня, доброе утро, мы вас слушаем Здравствуйте Здравствуйте Я хотел еще сказать про мотоциклистов, Анатолий, я звонил вам По поводу того, что вот они гоняют, у некоторых мотоциклистов как бы тоже очень некрасиво, они берут номера свои, заворачивают государственные под заднее колесо, и ты не видишь То есть я не знаю Да, мы сегодня уже об этом говорили Да, но видите, проблема в том, что скажем, что он цепанет в машину твою в потоке и уедет, то ты тоже его знать не будешь, да, это раз А во-вторых, скажем, чтобы мотоциклисты, может, не так сильно гоняли, было бы очень интересно, допустим, если они нарушили, то есть им сразу там каска, допустим, или окта, если они делают, повышенную делать И, допустим, на год одевать ярко-оранжевый шлем, чтобы он ездил в определенное время Или куртку со знаком 70 на спине с большими буквами, для них это было бы очень унизительно Они бы тогда, наверное, чувствовали какую-то ответственность, что у них может быть такая акция Если ты так нарушил, то будешь в потоке отмечен на определенный период времени каким-нибудь знаком Это, конечно, вы можете эти предложения подать в Сайму, да, может быть, они пройдут, это все, знаете, как у нас делается, да, если есть какие-то предложения, какие-то хочется внести изменения, то можно их подать официально в Сайму, да, и, может быть, они пройдут Да, спасибо большое, время подошло к концу Я напомню, у нас сегодня был президент Атвийской ассоциации мотоклубов, мотоциклист, Айворс Фреймани, спасибо вам большое Спасибо, и не забудьте прийти обязательно на открытие сезона на набережной 27 апреля 27 апреля, и парад начинается в час, значит, где-то с полу второго до пяти часов мы будем на набережной Все будем веселые, солнечная погода, будет хорошая музыка, покушаем там, да, и будем все радоваться вместе весной Спасибо вам Спасибо вам